В Ненецком округе продолжается вакцинация населения от гриппа. Дети, посещающие детские сады и школьники, прививаются непосредственно в учебных заведениях. Взрослое население в поликлиниках, по месту жительства. Впрочем, посещать медучреждения не обязательно. Вакцинироваться можно и на рабочем месте. Александра Литкова расскажет подробнее. Прежде чем сделать прививку от гриппа, медсестра выясняет у пациента данные об аллергических реакциях, так как вакцина выращена на основе куриного белка. Следом обязательный осмотр и измерение температуры тела. Аллергия на белок есть? Нет. Вакцинировались в течение месяца? Нет. Вакцина, которую применяют окружные медики российского производства и закуплена за счет федеральных средств. Сотрудникам организации не обязательно посещать поликлинику. Для удобства жителей города, по поручению главы региона Юрия Бездудного, в Наринмаре начали работу две прививочные бригады. Мы ездим по организациям, то есть выезжаем, делаем прививку от гриппа. То есть по желанию человека. Если человек не согласен на прививку, то мы бежим и делаем отказ от него. Бывает, что отказываются от вакцины, но большинство у нас стараются делать от вакцины. Каждый желающий заполняет необходимые документы, в том числе на добровольное согласие. Отказываются от вакцинации от гриппа, чаще всего считая, что пользы от этого не будет. Накануне медики выездной бригады посетили окружной департамент внутренней политики. Здесь сотрудники положительно относятся к вакцинации. Я думаю, что стоит, потому что, наверное, если вовремя сделать прививку, даже если ты и заболеешь, все-таки в организме уже выработается какой-то иммунитет, и я думаю, что течение, по крайней мере, пройдет легче. Чтобы, если даже и заболели, то последствия были менее тяжкие, чем, если не вакцинируются граждане. Стараюсь каждый год, просто на опыте уже почувствовала, что есть эффект. То есть даже если болеешь, то не так сильно, без осложнений. Поэтому считаю, что нужно прививки ставить. Прививаться или нет – личное дело каждого. Но есть категории граждан, которые вакцинируются в обязательном порядке. Например, медицинские работники. Отложить вакцинацию на две недели стоит в случае плохого самочувствия. Противопоказаниями являются аллергическая реакция на куриный белок, поствакцинальное осложнение – это повышение температуры 40 и выше градусов, отек в месте ведения инъекции и также судороги. Также имеются и временные противопоказания к вакцинациям. Это какие-то острые лихорадочные явления, обострение хронических инфекций и тяжелая ОРВИ и кишечная инфекция. Специалисты напоминают, вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. В этом году планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения, а в группах риска – 75%. На сегодняшний день в округе вакцинировано 34% населения. В их числе более 5000 детей и почти 9500 взрослых.